В Российской Федерации серьезные проблемы начались с ее основания в 1991 году. Это государство гангстер, созданное гангстерами, против интересов русского народа, на разделение русского народа и на грабеже его имущества. Проблемы у нее начались давно. Дальше, у этого государства шизофреничная власть. Левая рука не знает, что делает правая. Здесь могут заявлять одно, а делать другое. И наоборот, заговорить о развитии, принимать друг, так сказать, бюджет, который направлен против. И поэтому, если что сейчас говорит ФМС, это еще ничего не значит. Никаких действий из этого внятных может не последовать. Потому что завоз иммигрантов, мигрантов сюда, это государственная политика Российской Федерации. Все в этом заинтересованы. Бизнес в этом заинтересован. Коммунальные службы, которые получают с каждого мигранта отчисления от зарплаты под столом, дам ЖЭКа, условно говоря, заинтересованы торговые сети. А главное заинтересованное власть, завести мигранта, им кажется, проще, чем возиться с русскими, платить русским семьям способия, давать им жилье. Потому что политика поддержки рождаемости – это очень дорогая политика. Она сравнима даже с дороже, наверное, оборонной политики. Для этого нужно очень прагматическое государство. Не только рыночное, социалистическое приметом в одном лице. А они при этом рыночные фундаменталисты. Все, ребята. Так что там рамадановские могут гнать что угодно. Я верю только делам. Когда изменится власть, когда здесь появится русское государство, прагматичное, технократическое, промышленное, социальное, собственно говоря, и рыночное одновременно, капиталистическое, так сказать, комбинированное. Тогда я поверю. Редактор субтитров А.Семкин